Здравствуйте друзья! Вы знаете, бывают дни, когда мы сражены природой каких-либо вещей. Сегодня именно такой день. Также я пожалел, что у бака 110 нету темлячного отверстия. Ладно, ребят, сейчас я покажу о чем идет речь. Заказал я несколько бусин из мастерской Егора Гупалова. Ссылочка на его страницу и на его группу будет под видео. Вот так вот это все приходит, привязано таким вот жгутиком, с такой вот визиточкой. Тут, собственно, его адреса. Ну и вот такой вот пакетик. Знаете, приятно, что упаковано все вот так вот интересно достаточно. И тут у меня три бусины. Это у нас йода. В общем-то, этот у нас тики. И, собственно говоря, черепок. Давайте их достанем, посмотрим. Интересно, вот этот человек, Егор Гупалов. Своя мастерская у него. В общем-то, работает он один. Специальная печь у него есть. Собственно говоря, отливает бусины. Вот эти вот у нас из бронзы. Бронза у нас по температуре 1250 градусов, по-моему, плавится. В общем-то. Ну, собственно говоря, бусины я эти уже разглядывал. Как получил, не смог я удержаться от соблазна. В каждой бусине идет вот такой вот паспорт. Тут надпись 100% хендмейт. Собственно говоря, название модели, материал, дата изготовления и роспись. Так, ну и давайте, друзья. Ну, собственно говоря, тут все то же самое. Только надпись Йода у нас. И тут череп. В общем-то, вот такие вот бусины, друзья. Такой вот черепок. Посмотрите, как все аккуратно сделано, качественно. Все проработано, насколько тут у нас клеймо мастера. Ну, классно, друзья, сделано. Реально. Бронза. Тики у нас тут. Это у нас дух, идол океании. И, собственно говоря, учитель Йода. Вот такие вот три бусины сегодня ко мне пошли. Знаете, друзья, вот это вот мастер изготовил сам. А вот я смотрю иногда на какие-то ножи заводского изготовления даже. Они приходят то с краевыми клинками, то с какими-то щелями между накладками и клинком. Вот знаете, ребята, тем, кто на заводах работает, надо вот у частных мастеров учиться делать качественно. Качественные вещи, потому что, ну, вот тут вот реально, вот это все изготовить. Сначала отлить, потом с помощью бормашинки и других ювелирных приспособлений все вот это аккуратно обработать, сделать. Ну, я думаю, это дорогого стоит, я считаю. Знаете, вот на коленке все это изготавливать в какой-то такой домашней мастерской, в принципе, в общем-то. Ну, что, друзья, я в восторге. Красивые бусины. Знаете, я думаю, вот хорошо бы смотрелись на баке 110-м. Но, к сожалению, темлячного отверстия у него нету. Бака у нас эти латунные, поэтийные, собственно говоря. А вот отверстия темлячного у нас нету. Как раз бы вот бронзовые бусины с латунными, да поэтийными, классно бы смотрелись, я думаю. Так, давайте йоду сразу подвешаем на моего Викса, в общем-то. Вот так вот это все будет смотреться на ноже Виктор Инокс. Ну, то есть, ребят, знаете, я в восторге. Там, собственно говоря, разные материалы. Ну, и так, если каких-то идей попытаться подкинуть. Я видел, там у них есть бусина-пончик. Я думаю, для любителей спорта, для любителей тренажерного зала, вполне интересно была бы бусина в виде гантели или гири. Ну, и так же, как любитель Виктор Инокс, хотелось бы мне видеть какую-то бусину с каким-то значком Виктор Инокс. Ну, не надо мне сейчас говорить, что достал тоже всех со своими Виктор Иноксами. Ну, в общем-то, вот такие вот у меня мысли. Опять же, повторюсь, классно изготовлены. Знаете, вот прямо наслаждаюсь я работой автора. Давайте в макро покажу бусины эти. Ну, камера, кстати, даже берет. Ну, посмотрите, как классно все изготовлено. Ну, черепок. Темлячное отверстие у нас. Аккуратно все. Клеймение автора. И вот он, Йода. Ну, да, прям как из Звездных Войнов. Ладно, друзья, в общем. Опять же, повторюсь, что все ссылочки в описании у нас находятся. В общем, классные бусины. Кто хочет заказать себе, можно присмотреться вполне к работам этого мастера. На этом я с вами буду прощаться. Желаю всем всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok